Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Считаю! Раз, два, три! Привет, друзья! С вами я, Шахтер Илюша, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Drill & Collet. И что же, давайте тогда, конечно же, приступать. Нам нужно переходить непосредственно на нашу дрель, ну и начинать, конечно же, наше бурение. Видим то, что дрель, конечно, с этим очень и очень даже плохо справляется, но мне игрушечка предлагает нажать вот на такую штучку, которая у нас, по сути, чистит вот такие остатки грязи. И слушайте, это на самом деле очень даже неплохо, потому что эту грязь мы берем к себе вот сюда на спину, и, естественно, бежим ее продавать. Ну и, как вы понимаете, за это мы, конечно же, получаем денежки. И, кстати, ничего себе, мой бур почему-то не достает, ребятоньки, до низа, потому что видим то, что у него, видимо, максимальная растяжка только вот такая. Но зато мы вместе с вами сможем спокойненько хотя бы боковушечки точно вместе с вами пробурить. И в итоге у нас просто очень-очень даже большое количество нашей грязи. Ну ладно, давайте тогда мы сейчас вместе с вами будем ее вот так аккуратненько засасывать. Я хочу чисто, друзья, абсолютно все здесь взят и посмотреть, сколько же у нас это все дело выйдет по денюжкам. Видим то, что я больше уже здесь ничего собрать не могу, поэтому погнали опять-таки на нашу базу смотреть, сколько же мы вместе с вами заработали вот вот этой глины. Ну, на самом деле, десяточка у нас точно есть, и таких заходов я сделаю, друзья, точно еще раза, наверное, 3, а может быть и 4. У нас получилось ровно 3 захода, и давайте посмотрим, сколько же мы сейчас вместе с вами получим денюжек. Вот как раз-таки у нас имеется эта возможность, и в итоге 1004 бакса мы вместе с вами получили. Очень и очень даже достойный результат. Давайте посмотрим, что нам сейчас можно открыть. А тут у нас имеется апгрейд машин. То есть, по сути, мы вместе с вами здесь как раз-таки можем прокачать непосредственно наш бур. Вот у него уже появились дополнительные 2 лезвия, также вакуум давайте проапгрейдим. Ну и, конечно же, вот вот этот шланг, который оказался очень и очень даже коротким. Я даже, наверное, друзья, его прокачаю 2 раза, потому что он стоит очень даже дешево, но при этом длина нам сильно нужна. Смотрим теперь на результат сейчас, и видим то, что это, ну, просто небо и земля. Вы просто посмотрите, насколько хорошо наше лезвие справляется с рубкой вот у вот этих различных глиняных пород. Сейчас тогда мы вместе с вами еще вот здесь аккуратненько пробурим. Ну и, наверное, я сразу же возьму вакуумный пылесос, потому что мне кажется, то, что слишком много у нас здесь имеется глины. И, кстати, вы обратите, друзья, внимание, мы уже очень даже скоро попадем на вот такие золотые породы. И я думаю, это будет очень и очень даже интересно посмотреть, сколько же они будут у нас стоить. Ну, а я побежал, конечно же, опять-таки все наше дело продавать. Ну и вот у нас осталась крайняя стопочка нашей глины. Бежим тогда, конечно же, ее продавать. И в итоге, ребятоньки, вы просто посмотрите на это. Такое чувство, будто денюжки выше даже, чем наш человечек. Ну, ладно, самое интересное, это мы их, конечно же, берем и получаем 2600 баксов. Охренеть, друзья! Нам сразу же открылась возможность прокачать вот такой прикольный офис, где мы вместе с вами, друзья, будем покупать вот таких прикольных рабочих, которые будут нам помогать. Ну, ладно, окей. Видим то, что этот паренек отвечает за то, что он таскает глину и продает ее вот в этот грузовичок. Ну, слушайте, очень даже неплохо. А что, интересно, делает Боб? Для чего он нужен? И он стоит, друзья, 25 тысяч монеток. Это, на самом деле, очень и очень даже много. Но, конечно же, друзья, пойдемте дальше дрелить, чтобы накопить много и много наших денежек. Особенно с помощью вот этой золотистой породы. Я думаю, за нее нам дадут очень даже большое количество денег. В принципе, если нам хватит сейчас, друзья, длины нашего шланга, мы еще даже вот эту штучку захватим. И да, видим то, что у нас действительно это получилось. Только единственное, у нас глины настолько много, что мои лопасти еле-еле двигаются. Ладно, давайте тогда сразу же мы возьмем вакуумный пылесос и начинаем засасывать и золото, и, конечно же, вот вот эту глину. Мне кажется, сейчас у нас будет абсолютно рекорд по зарабатыванию наших денег, потому что у нас имеется золото. Мы, на самом деле, к нему очень даже долго шли. Вот как раз-таки видим то, что паренек наш уже таскает глину. Мы сейчас тогда ему обязательно поможем, потому что, смотрите, у нас уже имеются фуры с емкостью до 50 объектов. Это очень даже хорошо. И вот только что золото наше отправилось непосредственно на продажу. И вот у меня тоже имеется еще один кусочек. Вот я принес финально, друзья, слиточек золота. Ну и давайте посмотрим, что у нас по деньгам. А их тут стало в два раза больше, чем в предыдущий раз. Ну и интересно, сколько это в сумме. Офигеть, друзья! Я, честно говоря, не ожидал увидеть такую сумму. 11 тысяч баксов. Это реально очень-очень даже мощно и достойно. Давайте тогда сейчас купим вот такой прикольный зал. Наверное, тут мы сможем как раз-таки апгрейдживать непосредственно себя. И вот я хотел бы, друзья, прокачать макс стат. Потому что мы, на самом деле, очень даже мало переносим нашей глины. И, кстати, мне тут работник пишет то, что ему нужны материалы, чтобы их таскать. Ну ладно, подожди чуть-чуть. Сейчас я еще тебя немножечко прокачаю, чтобы ты мог побольше тоже таскать глины. Ну и опять-таки пойду добывать наши ископаемые. Только единственное, сейчас пока что у нас их особо не будет, потому что мы тут все, в принципе, добыли. Только единственное, я вижу то, что тут у нас имеются еще какие-то розовые непонятные штучки. Наверное, это тоже какие-нибудь кристаллы или что-то в этом духе. Ну а пока что я потихонечку, друзья, аккуратненько бурю еще правую сторону. И надеюсь на то, что добурю еще до вот этих золотых штучек. Да, друзья, мы вместе с вами это сделали. Давайте тогда сейчас смело будем уже наконец-таки это все дело собирать. Также хотел бы попробовать еще достать, друзья, вот вот это золото. Но совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть не хватает, чтобы его взять. Поэтому мы тогда дособираем опять-таки глину и идем наверх. А наверху видим то, что у нас тут очень и очень даже большое количество глины нас ожидает. И мне очень, друзья, даже интересно посмотреть, сколько я теперь могу глины сразу же таскать. Вот сейчас как раз-таки по нашему вот этому грузовику, скорее всего, мы вместе с вами это поймем. Вот, подъехал грузовик на 29. Я сейчас запуливаю еще вот эти штучки и сразу же 22 у нас имеется. Ну короче, мы прибавили, наверное, на штучек 5 точно. Поэтому процесс продажи нашей глины и ископаемых, по-любому, друзья, станет намного быстрее, чем раньше. Ну и вот и все. Опять-таки напродали все, что тут у нас имелось. И заработали, как вы думаете, друзья, 7200 монеточек. Конечно, поменьше, чем в предыдущий раз. Но нам этого будет достаточно, потому что наша основная задача сейчас, это, конечно же, проапгрейдить наш бур. И видим то, что у него сейчас, друзья, сила будет на пятом уровне. Также вакуум я, наверное, прокачаю на четвертый уровень. Особо он сильно, друзья, роли не играет. Ну и, естественно, нитку. Нитку надо прокачивать практически до седьмого уровня. Также я вижу то, что у нас еще имеется возможность прокачать экскаватор пауэр. Все. У нас теперь даже добавились еще два дополнительных лезвия. Ну и, конечно же, друзья, бежим тестить все это безобразие. Потому что, мне кажется, сейчас мы, друзья, вместе с вами очень и очень даже много различных материалов вместе с вами добудем. И видим то, что из-за огромнейшего количества глины наша штучка просто тупо не крутится. Ладно. Сейчас тогда будем использовать вакуумный пылесос. И, естественно, все это дело отправлять наверх. Ну а на этом, ребятоньки, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok